Доброго времени суток! Еще один забавный и несколько подзабытый контент – поиски пугливого рыхлера. Это существо появилось с водом сокрытой долины, собственно, водится там. Когда фармите мобов, можете заметить странную такую зверушку, которая периодически прячется под землю, а заметив вас, пытается сбежать или скрыться. Убийство не дает ничего особо полезного, кроме, пожалуй, перепачканного ларчика. И самое интересное именно в этом ларчике. За 100 очков работы можно получить от 10 до 100 гол и с некоторой вероятностью один из ключей для открытия сундуков – медный, серебряный или золотой. Сундуки – это те, что падают с мобов и у многих уже накопились. Ради интереса пооткрываем несколько ларчиков и глянем на голду и дроп. На открытие ларчика требуется 100 очков работы и воровство никак не влияет на затраты очков работы. На 30 ларчиков ушло соответственно 3000 очков работы, получила 740 голд, 17 медных ключей и 3 золотых ключа. Медные ключи тянут где-то на 100 голд, а 3 золотых еще на 80 голд. Итого суммарно я получила 920 голд. С одного ларчика примерно 30 голд, а за одно очко работы 30 серебра. Это очень хорошие показатели. Конечно же это рандом, сколько выпадет золотых ключей, а сколько голд с одного ларчика зависит так же самое от удачи. Но чисто чтобы сравнить, если бы мы все очки работы тратили только на открытие ларчиков, то за месяц премиума это 86400 очков работы, в голде мы бы получили 26000. Согласитесь, что это неплохо, только вот рыхлеров на локации мало, на всех охотников не хватит. А теперь немного о самих рыхлерах и местах их обитания. У рыхлеров привязанное место обитания, но разбросанный по времени респ. После убийства может появиться хоть и через пару минут, а может и через пару часов. Если занимаетесь охотой на рыхлера, то запоминайте места, где вы его смогли поймать и пробегайте там через некоторое время. Рыхлеров я замечала у респа Ольхона, чуть дальше по карте между деревьями у лагеря, в самом лагере. Далее спускаюсь ниже в сторону элитных мобов, парочку рыхлеров ловлю среди элиток, бегу в сторону водопадов и поднимаюсь опять к Ольхону. За проход порой находила до 10 штук, а иногда за час 1-2. Охота на рыхлера забавный и непопулярный контент игры, потому конкурентов на них мало. Ну что ж, о рыхлерах на данный момент все. Что-нибудь еще из забытого контента я поищу. Игра достаточно разнообразна, при желании всегда можно найти чем себя занять. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч!